добрый день это елена терехова сегодня 13 августа и мы на моем маленьком огородики наконец-то клематисы часть клематисов дождалась своего места постоянного места жительства евгений продолжил строительство я попросила придумала их посадить сюда эти клематисы и опору он продлил вот туда чуть дальше что для этого ему понадобилось а понадобилось конечно поработать купили мы арматуры арматура она значит ячейками метр шириной 3 метра длиной и стоит это у нас 3 евро с копейками и вот две таких сетки надо было значит 66 евро с малей с маленькими копеечками сантим чиками центиками все меняется все бежит ну вот и значит сделал вот такую опору это у нас пристройках дома тут пристроена и он тут также закрепился как и виноград тот два шага назад просто вверх покажи кто не видел не разворачивайся до 5 назад и показывай крышу тогда будет понятнее и вот дальше 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 только не упади и вот 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 там у нас растет виноград и и вот так вот он растет и мы думаем что он пойдет раз опора здесь сделано конечно он пойдет сюда вперед движению к солнышку ну и чтобы конечно это опоры пока этот виноград конкретно не вырос и не стал большой тут закрывать значит мы посадили в этом сезоне тут была вот такая часть пристроечки с чем маленькая сделана я видео показывала посажены клематисы они там небольшие там четыре штуки и вот огурчики растут даже тоже показывал огурцы в сетках и вот пока там не сильно развились клематисы растут огурцы очень даже неплохо получилось везде конечно огурцов хватает уже за уши и все такое но из дома выбежал и растут несколько штучек взял это для тех у кого маленькие огороды и вот чтобы как-то совместить эти посадки вот можно сделать таким образом и значит наверное на следующий сезон я вот тоже здесь так взрыхлю почву поставлю какое-нибудь ограждение потому что мы тут всегда ну-ка всегда в основном ездим у нас такая тачка рабочая есть и мы с ней ездим туда-сюда и поэтому здесь должен быть такой проезд значит как я сажала клематисы сейчас я вам покажу вроде бы горшок такой здоровый я думаю какая там корневая система будет обалденная можно сказать такой горшок но когда я достала и начала сажать это это вообще да сейчас я вам покажу вот этот этот именно клематис я посажу другое место значит клематисы в саду у меня фиолетовый есть поэтому я решила здесь вот два клематиса президент посажу вот евгений покажет поближе вот они два президенте к посажено да потом один такой красненький красненький бордовый эрнест марк хам и вот такой розовый еще мор ассао вот такой розовый будет здесь внизу так ладно вот вот сначала одно начиная потом отвлекаясь на другое значит продолжим с клематисом такой огромный горшок мы шикарно сейчас будет там корневая система на на все бурлить и кишить сейчас посмотрим бывает намотан и намотан замотан корень потому поэтому надо всегда как бы посмотреть что там есть что нам продали и что что вообще там ау что там есть смотрим пол горшка нету посмотрите и вот что мы имеем вот 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 такой один маленький росточек вот такой маленький корешочек видите он был видно посажен малюсеньком стаканчике не стакан формочки и он там даже тоже замотан такой кругом замотан чуть-чуть немножко но вот это вот надо все аккуратненько не боятся расправить распотрошить потому что видно что он очень маленьком объеме роз просто его перед продажей вот видите корешок это тут одна вот такая хворостин очка маленькая в таком огромной горшке у нас стоит 799 представляете 7 евро 99 но они посадили в большой горшок вот такой вот кажется там корневая система такая хорошая ну вот и про и продают но потом их никто по такой цене не брал и они их уценили по евро 99 я купила поэтому обязательно всегда смотрите что у вас горшке и и разматывайте бывает вот так вот клубнем на матом намотан просто корень а бывает в вагроволок не вот этот маленький этот стаканчик в агроволок не запрессован обязательно надо посмотреть не бояться и потом уже вы посадите и растение начнет развиваться полную силу так как надо вот пока я так его прикопаю потому что там в огороде еще не придумала конкретно но уже наметила место куда я посажу есть у меня там вот и поэтому вот вот таким образом вот такое растение ци теперь добавляла торфа перемешивала землю как вот точно так же как я показывала как я сажала гортензию до насыпала ведерко земли торфика перемешивала своей землей и потом делала посадку чуть-чуть полила ну что тут и главное не заглубляла ничего в уровень как вот он рос так и сделала потому что некоторые вот я несколько штук по неопытности заглубила медведка шла еще срубила это дело сожрала короче говоря но ничего я хочу сказать от корня пошли росточки все живо вот пришлось выдернуть тут несколько евгений да пусть они растут эти патиссоны игры нет уж если убирать так они не нужны там уже сняла патиссоны и это убрала а для чего листья разложены это у нас котики есть свои и приходят еще чужие а когда свежая посажена им же надо тут порядок свой навести покопаться и все прочее и поэтому я решила вот листья от патиссонов эта сторона мягкая вот мягкая а вот с этой стороны тут шипы и тут особенно не походишь и поэтому вот на первое время как бы на несколько дней тут насколько хватит потом еще добавлю листьев они пусть пришел посмотрел ага не понравилось все умотал отсюда и все дела и патиссонов хватает листьев тоже опять же это немножечко сейчас утепление для корней быстрее примется это все и и пойдет в рост теперь эти патиссоны которые я выдернула никаких компостных куч нету это я уже не один раз повторяюсь просто ее даже и расположить особенно негде чтобы она там была и и и там и все это беру вот выдернула вчера уже вчера сил не было это все порезать вот так вот стульчик подставляю так и вот таким образом тазик внизу это здесь и все это вот так вот такой вот салат идет сюда что-то вот этот нож конечно не вот вот мой любимый такой тоненький вроде да он вот посмотри это мой ножик кстати привезем давным-давно из россии красота и и металл шикарный и режет обалденно ну и вот и таким образом нехитрыми такими движениями рублю салатик для зеленого удобрения спрашивает как вы делаете зеленое удобрение везде все везде в интернете есть как это делается но тем кто не знает это просто собираются разные зеленые насаждения то ли это крапива то ли одуванчик ну вот все что есть папоротник у меня есть какие-то другие растения это чем хорошо в зеленое удобрение это не сорняк никогда у вас не прорастут никакие семена но хотя там все это перебраживает и даже вот я говорила что я листья там и все прочее заложу я заложила на удобрение на это зеленое и даже не дожидаясь когда она там сильно перебродит я вот таким вот мутненьким раствором брала и удобряла свои растения то что мне надо было там вот огурцы например там зеленые посажены пролила потом еще там все такое прочее вот вот так это все уйдет в дело место это займет немного перебродит и опять будет польза для нас и для нашего огорода конечно ну вот и продолжение маленького видео как выглядят вот эти гортензии которые уже довольно таки большими сажала я говорила что я не буду снимать шапки цветов обрезать не обрезаю пусть они по цветут посмотрите они все вот этот был привявший такой какой он он отпился дожди были и поливали прекрасно все стоит как штык ничего обрезать не надо место понравилось и растение жить хочет будет расти вот ну и наша маленькая тут фасоль загородочка и дайкон то что мы вместе с вами сажали наблюдали под стаканчиками как он сейчас выглядит его конечно медведка проредила но вот посмотрите то что осталось отлично этого довольно таки хватит потому что у меня еще дайкон посажен на другом огороде я вам тоже покажу наверное вот вот там погуще там поменьше ну вот столько сколько есть этого вполне предостаточно под а потому что корник плоды развиваются очень большие крупные и в принципе вот на еду на семью этого вполне хватит а что-то еще там пошел а салатик вот салатик уже все идет в цвет и на семена и семена будут ну там у нас кучки всякие сложены для закупки ну вот на этом сколько на самом минут накатали вашего времени сколько 11 минут но я думаю что вам хватит сегодня 11 минут и нам хватит ваше время надо тоже беречь все до свидания всем всего наилучшего здоровья сажайте клематисы и спасайте их от котов